сегодня у нас по маршруту мариенбург что-то его плохо видно отсюда решили ноги размять чуть-чуть остановиться сейчас туда пойдем так вот мы и доехали до замка вот здесь сразу явные остатки просто взяли их сложили как попало такое укрепление вроде земли сделали и сейчас подойдем замку посмотрим что там где и как ну вот мы подходим к замку по википедии этом посмотрел попытался его год найти с какого года что-то там все так размывчато написано в общем король там в 1857 году подарил марии и она тут по 1869 жила с дочкой а потом 80 лет просто тут смотритель существовал какая-то странная история не находите но по годам я вам скажу вот по гипотезе канала испик олег павличенко как раз вот после катастрофное время буквально 15 лет если по этим датам ориентироваться если они реально такие то как бы подходит так сегодня решил немножко другим путем пойти решил сначала идти вокруг замка а потом уже в сам замок в общем замок интересная вижу похоже времени я тут потрачу много но опять же зависит насколько там можно внутри видеосъемку вести если хорошо и много тогда времени много понадобится если нет тогда времени меньше понадобится все пошли мы вокруг искать что-нибудь интересное но сюда я не знаю мы наверное подойдем или давай сразу подойдем поближе посмотрим и потом влево пойдем по кругу тогда по часовой стрелке походим ну вот друзья я еще не дошел а уже вижу тут как бы в глубь земли уходят арочки да и прям по кругу интересно если это возможно башня была какая-то тут арки а там еще сколько под землей чего мы конечно навряд ли это уже когда узнаем но интересно бы узнать это да замок очень красивый тут какие-то камушки в швы вложили даже я вижу ну вот по кругу так интересно как барочки заложены она или просто так сделано как вы думаете не интересно как бы мне непонятно это данный момент для чего так сделано вот такая башня там вроде вот как бы окошечко видите прямоугольная но она никак не бойница не пойдет явно для освещения вроде тоже как бы слишком узкая маленькая но тут внизу ладно сейчас мы вниз еще опустимся сейчас посмотрим с этой стороны на башню так что-то не то нажалось сейчас нажму вот так да башня интересная ну тут их в общем то много этих башень вот если бы еще каждую посетить это было бы вообще просто красота но я так понимаю навряд ли это будет скорее всего как везде я увижу к целую кучу закрытых дверей закрытых дверей как это обычно бывает вот окно где-то я видел ага в Кутленбурге я снимал домик часто вот там она это аналогичная вот на стене было сооружение но в данном случае окно там не было окна ну вот тут как бы бойницы все нормально вот тут стеночка как бы совсем она низкая она ниже меня получается да ну да ниже если даже я подойду она все равно ниже меня будет странная стеночка не находите для обороны слишком низкая вот это вот нормальная а это очень маленькая но красиво вот эта башня с такими же окнами узкими ну тут хоть пошире немножко они и как бы их много вот а сверху посмотрите вот если мы возьмем то же самое вот эти вот шпили да с шариками по энергетике вот они и причем их тут много правда не на всех видать сохранились много так сюда посмотрим а вот какой-то герб правда я его отсюда плохо вижу сейчас попробую приблизить вот так вроде видно но можно еще чуть побольше вот так совсем хорошо видно вот потом можно будет рассмотреть возвращаемся обратно тут мост там с другой стороны точно такая же башня вот проход под мостом ну вот я думаю это уже современники тут вот это камушков до швы заделывали и вот таких камушков по натыкали явно просто для красоты как бы изначально их скорее всего тут не было ну вот по крайней мере я сверху вижу туда выше их нету нигде вот тут такая же башня точно как с той стороны шпили явно у них не сохранились видно какие то они немножко корявые а вот эта башня вот вообще красивая какая сейчас я приближу так центр что-то у меня сегодня замерся что ли 12 градусов вроде не холодно что-то у меня пальцы не слушаются вот приблизил сейчас мы ее рассмотрим внимательно мне правда тяжело рассматривать мне надо и туда смотреть и на монитор смотреть что я снимаю как бы а хочется все сразу видеть но у меня глаза в одну сторону смотрят к сожалению надо как-то их подрегулировать чтобы один смотрел глаз на монитор а второй разглядывал все что мне интересно так сделаю паузу мне хочется просто посмотреть так вот на что у меня друг обратил внимание я говорю вдвоем втроем и более людей всегда веселей если ты что-то не заметил кто-то другой заметит вот эти вот выступы вот видите справа слева они обычно находятся как бы высоко довольно а в данном случае они очень низко буквально мне вот ну где-то по грудь примерно получается здесь явно все засыпано так пойдем вот сюда тут вот какая-то скала непонятная вроде камни это искусственная скала мне показалось сначала это просто скала а это она с камней слеплена их вот так вертикально понавтыкали сейчас человек пройдет посмотрю внимательнее вот смотрите как их получается не ложили оставили таким образом и сейчас мы посмотрим чуть-чуть ой какой маленький собака злой да это искусственно так скалу сделали вроде как бы так ну сюда мы похоже сейчас не пойдем это мы сюда вернемся попозже так немножко посмотрел пошел дальше тут уходит все так довольно вниз я сейчас честно говоря не удивлюсь если увижу где-нибудь что-нибудь заложенное под стеной под стеной нам вот самое интересное пройти под стеной и все вблизи это рассмотреть все внимательно так это выглядывает вроде как слив да вроде нет как то он странный какой то ну стены тут такие уже мухом обросли а вот тут вот вроде как бы скала или не скала нет это тоже так камни сложенные ты представляешь смотри как камни я думал это скала а если присматриваешься нет тут вот уже свежая подмазанная что-то что-то я не пойму или просто она отслаивается а потом они опять их лепят назад эти камни вроде как что-то такое похожее но к сожалению нам там дороги нету вон дорога заваленная а вот тут вблизи что-то мне хочется посмотреть явно сверху мне не дадут деревья это все просмотреть что тут выступает такое сейчас я все-таки спущусь тут правда спускаться сейчас я выключу не очень удобно пробрался я сквозь завал сюда это причем вот этот завал искусственный его специально сделали чтоб сюда люди не ходили тут я вижу вот это скорее всего новое укрепление похоже стену вот эту очень просто сильно укрепили это современное уже укрепление явно самой просто стены скалы вернее скорее всего так вот тут какие-то не пойму металлические видать огромнейшие болты с огромнейшими шляпками торчат это похоже укреплялось ладно все выбираюсь отсюда сквозь этот искусственный завал обратно ну вот с обратной стороны вот камни у них такой же наклон как получается у стены то есть вот видим мы наклон у стены у этой скалы вернее и вот напротив тот же самый угол получается здесь вот это все скорее всего выдолблено что ли получается наверное так к сожалению тут все так сильно заросше вокруг замка ничего не делается в общем прохода толком нету и со съемками тут серьезные затруднения вот отсюда я его практически снять толком не могу а хочется хотя бы рассмотреть нормально но и рассмотреть толком невозможно там такие башеньки очень интересные есть которые с трудом можно увидеть если в кёнигштане ходила под самой стеной там было это все как бы нормально то тут увы там все просто в зарослях вдруг где-то у меня спустился туда прям под стену сейчас пройду вот друг нашел у меня тут тропиночку пробрался поближе чтоб чуть-чуть лучше рассмотреть хоть часть маленькую но все же можно рассмотреть все эти башеньки огромное их там количество да тут бы стопроцентный допуск я думаю было бы очень интересно и вот напротив я вижу скала вот она вся под таким уклоном которая вот справа укрепленная слева вот по всей видимости оригинальная ну а тут немножко продолжение идет вот так делаем общий план чтоб понятно было ну а тут мы наблюдаем на этой скале огромный слой глины это причем так я стою мне спускаться надо сейчас я попробую вот так камеру оставить и спускаться тут где-то дальше скалы а тут глина пошла а тут глина пошла глина глина скалы потом опять глина так я ничего не вижу что снимаю я иду смотрю туда снимаю сюда попробую попробую как бы тут слишком круто и как бы не навернуться ну вот вот так вот все тут выглядит вот таким образом впустился и так справа мы видим укрепленная стена нижняя часть ну конечно я понимаю вот туда бы в каждую башню зайти как было бы интересно есть у меня огромное сомнение что мы хоть в одну башню попадем но надежда умирает как говорится последней будем надеяться ну и вот эти вот видите на шпилях энергосборников практически на каждой в основном они вот позолоченные как бы ну не знаю в данное время как они выглядят вот близко есть каменный очень шикарно так все пошли дальше мы забрались одно радует что тут видать много таких любопытных залезли под самую стену вот такие вот тропинки тут по которым сложно ходить что-то рассматривать сейчас я про них пройду дальше я конечно не уверен ничего говорить не могу точно вижу металлическое укрепление там камни но ух ты не получилось приблизить сейчас еще раз нажму но выглядит вот здесь дальше ниже вроде что то там как будто завалено ну может быть мне просто этого хочется что тут был когда то проход туда куда то туда не знаю не могу ничего сказать слева вообще видно так подобное укрепили просто вот только что показывал там прям толстый швеллер бетонный ну ладно пойду дальше но есть у меня подозрение во первых стены довольно низкий есть подозрение что вот стены вот эти после катастрофы уже действительно замок как бы делали немножко как крепость как я говорил там регенстайн там вообще видать просто взяли горку там обосновались нарыли пещер разных и какое то время выживали люди ну а тут укреплялись потому что ну после любой такой серьезной смуты понятно люди делятся группами и кто-то пытается разными способами выжить похоже эта стена к замку никакого отношения не имеет скорее всего это было позже сделано вот тут была такая ну я не знаю как это назвать щель в общем да какая ее функция в роли бойницы вполне возможно это снутри надо смотреть если она там расширяется то да да что вы как бы чтобы как бы стену просматривать она направлена как раз на стену но договорил вот такой красный похоже на известняк о известняк говорю этот песчаник один замок я снимал вот тут кстати сам замок чуть-чуть просматривается самую малость уже другая башня довольно большая и вот эти везде шпили или энергосборники а тут дверь ха ха замурована запечатана вот она забита наглухо вот так вот но люди протоптали сами тропинку под самой стеной там правда в одном месте было далековато но тут протоптали и вот там отверстие интересные в виде перевернутой замочной скважины со всех сторон похоже так пойдем дальше да вот это в форме замочной скважины перевернутой и там я внутри через это отверстие вижу другое отверстие оно было по моему круглое просто а это уже не знаю ну интересно сделано и там огромное помещение внутри я вижу это я вижу вот это камушками кто-то тут заморачивался когда-то цементировал и камушками вот это все облепливал обалдеть не лень же людям было это придает некий шарм или как вот эти камушки интересно ну под самую стену мы забрались ой а там это что такое вообще нифига себе ты посмотри как это тут наложили так прикольно ну как бы такой угол слепили да вот здесь просто как бы угол такой делали они переход явно ну а вот это такая заостренная вот это вот я не знаю может быть тут когда-то и открыто было они по всему вот я так понимаю скорее всего по всем граням будут я уже подозреваю это но были они открытые когда-то или сразу закрытые не могу сказать потом вот камень вот к сожалению у меня нету как у олега павличенко молотка шмита но я вам скажу сдается мне сейчас я паузу нажму и ножом проверю да вот у меня на ноже есть вроде как типа отвертки я вот попытался сильно стукнуть это не просто песчаник он какой-то очень твердый потом вот что с ним делали он такой весь не знаю что-то на него как прикладывали какую-то неровность или блоки так выливались ну возможно это тоже искусственный камень скорее всего но у меня есть такое подозрение может быть я когда-нибудь обзаведусь молотком шмита и буду это проверять тут тем более это легко сделать песчаник взять с карьера который стукнуть а потом вот на таких похожих зданиях постучать и посмотреть что получится я думаю разница будет потому что с песчаниками я работал известняк тоже резал и песчаник болгаркой большой и столы вот эти есть которые их режут и в одном доме который я показывал там он видно что он очень сильно отличается по твердости просто по нему взять металлом постучишь когда дело в том что вот это когда я резал камни мы строили стену и мне давали такую задачу их долбить таким широким зубилом я спрашивал зачем они говорят ну типа чтобы под старину выглядело сейчас то я понимаю для чего это надо делать а тогда как бы не понимал думаю ну что тут красивого а потом когда в библиотеке увидел в подвалах такие камни они ровные видно когда-то их позже подолбили также зубилом как я их долбил и понимаешь вот это вот сокрытие то есть он там десятым веком датируется и соответственно ровные камни потом вот она это обработка на которую я часто обращаю внимание но это скорее всего похоже как раз везде я ее встречаю во всех церквях на мосту баста везде похоже это наверное такая опалубка была и скорее всего это искусственный камень ну у меня есть такое подозрение уже очень давно потому что в том доме кладка камней была в смысле соединения таким образом что вырезать с такой точностью их просто нереально а тут что-то было непонятно саркофаг или что тут было не знаю не могу сказать по длине он как раз где-то ну не больше полтора метра и похоже он литой да он литой тут даже к бабке не ходи видно что он литой вот особенно с этой стороны хорошо видно солнышко прямо в глаз я с этой стороны не могу замок снять сейчас спрячусь от солнца сначала вот опять вырезать эти же камни ну представьте их вот так вырезать наискосок закругленные это первое а второе чем здесь вырезать это совсем нереально да и тут такая же вот форма вот она ребристая как стиральная дошка по всей в общем-то явно это литье было скорее всего и по твердости я прям рукой чувствую что он очень твердый так а как замок тут снять с этой стороны солнце солнце мешает не знаю что я там снимаю не солнце вообще в глаз прям вроде за башню зашел а все равно ничего не вижу вот на мониторе сейчас по моему лучше вижу ну вот видите увидеть очень сложно очень мало я вижу вот там много таких вот острия там где-то флюгели поставили с шарами они по одному шару не по два не по три но тем не менее они повсюду присутствуют по всей крыше так так это мы где-то уже до входа по моему дошли круг уже по моему дали почти круг так где-то я по ступенькам подымался не помню это наверное другой вход там еще один вход был да да вот здесь скважины эти на уровне пола а там они наверху ну ну блин вот проблема в том что я это не нашел даты когда он строится начал надо конечно еще поискать ну вот здесь да на полу они там если мне надо было тянуться чтоб в них заглянуть а тут они практически на полу но и изнутри я вижу они там замурованные замурованные в общем у каждого камня своя форма жаль нету даты но как бы дата первая стоит вот после катастрофная как раз 1858 надо еще дальше искать давай вот тут ворота зайдем посмотрим что тут интересного может есть а дальше потом пройдем в те ворота как бы чтоб уже был у нас полный круг но ворота тут прилепили деревянные не знаю это не ворота это забор блин штакетник это вообще декорация просто до декорация это даже не ворота вот двери смотрите какой высоты так тут ну почти два меня полтора точно не знаю три метра как минимум даже выше по моему может даже четыре метра очень высокие тут вход он тоже высокие туда тоже идет высота дальше тут я не знаю скорее всего закрыта там люди ходят внутри тут закрыта с этой стороны сейчас мы найдем вход вон смотри у тебя за спиной какие эти наковали какой толщины металл не видишь по моему очень толстый вот здесь вот с этой смотри вот с этой выглядывает нифигасе там сантиметр минимум да минимум сантиметр толщина это чем его так куда прессануть в какую форму или вылили так ну давай до тех ворот дойдем или как а потом уже по двору походим ну давай пойдем вот здесь вот так такой н н н н Продолжение следует...